Еще немного усложним наших гномиков. На очереди кони гугла. Встречайте! Есть 25 лошадей. Какое минимальное число забегов необходимо провести, чтобы определить три самых быстрых лошади? В одном забеге могут участвовать до пяти лошадей, но часов для замера времени у вас нет. Поехали! Попробуем наглядно все сделать. Это лошади, да? Пока больше похоже на шахматную доску. Ну, я расставил здесь коней. Окей, шахматная доска. 25 коней. Так. Ну, хорошо, допустим, я прогнал там каких-то... Ну, понятно, что первый раунд не имеет никакого значения. Очевидно, что первая попытка – это прогнать какие-то пять лошадей. Прогнал, теперь они вот, ну, как бы у меня упорядоченные. Вот это вот самое быстрое из них. Если мы тупо прогоним все пятерки, пользуясь тем, что двадцать пять делится на пять, что у нас получится, то да, какая информация нам будет доступна. Значит, что мы выявили? Мы выявили пять чемпионов в пятерках, но понятно, что тут никакой очевидности нет. Это может быть быстрее, там, этого и этого, да? Ну да, первая мысль была бы в голове, что вот мы пять выбрали, и, наверное, три обязательно входят в эти пять. Ну, это бред, это очевидный бред. Это бред, это очевидный бред. Но мы знаем, что они лучшие в своих пятерках. Как бы вот это использовать? То есть, давай сделаем все-таки вот то, что приходит в голову сразу, да? Все-таки упорядочим этих. Вот, допустим, мы упорядочили чемпионов. Какая у нас есть информация? Ну, блин, какая? Ну, давай, пусть вот это вот первый чемпион, это второй чемпион, это третий чемпион, четвертый и пятый чемпионы. А. А-а-а. Теперь пятерки упорядочены по самой быстрой лошади. Все, все, по самой быстрой, да, в этой пятерке лошади. Хорошо. Я уже вижу, как бы, очень большое количество информации. Например, вся эта и вся эта не претенденты на первые три. Почему? А вот почему. А-а-а, потому что вот эта лошадь уже четвертая из этих пяти. То есть, она уже не, как бы, не может быть ни третьей, ни второй, ни первой, потому что она уступает этим трем. А эти слабее нее, потому что они проиграли ей в личном забеге. То есть, если эта четвертая, то эта не меньше, чем пятая и так далее. Точно. Ну, и тут то же самое, еще хуже. И-и-и вот эти четыре тоже зачеркиваются, потому что каждая из них слабее этой, а эта самая высокая третья, а может, еще ниже. Поэтому, на самом деле, осталось-то не так много. Давайте зачеркнем все, что уже не может быть. То есть, что не может быть в первой тройке. Мы победителем уже знаем. Вот он. А вот этих не может быть двух, потому что эти трое быстрее них, да. Этого тоже не может быть, да. Потому что он, как бы, этот не более, чем второй, значит, этот не более, чем третий, этот не более, все, этот четвертый или ниже. Все, он тоже уходит. Так, у меня шесть лошадей. Как же из них пять выделить? Мне вот кажется, что прям почти вот один забег бы, ну, блин, этот мешает, шесть. Стой. Так, я тормоз. Этот же уже первый. Блин, все. Все. У меня семь забегов. И какой последний забег, какой седьмой? Вот эти два, эти два и этот один. То есть, второй, третий в группе, где чемпионом является абсолютный чемпион. Первый, второй в группе, в которой чемпион второе место среди чемпионов занял. И просто сам третий чемпион сам по себе тоже. То есть, у меня получается, ну, и все. То есть, у меня нет шансов на то, что я пропустил, потому что все остальные здесь. А здесь, а здесь уже берем первых двух и задача решена в семь ходов. Блин, в семь ходов. Но, скажем так, я абсолютно убежден, что в шесть нельзя, но что-то как-то доказывает сейчас тягамотина. Бог с ним. Офер в Google уже обеспечен.